Я просто слов не нахожу, насколько в этот раз близы постарались, насколько новая пятая команда перевернула всю идею того, как должны создаваться дополнения и карты к ним, и что мы имеем сейчас. Всем привет и приветствую вас на моем канале, за микрофоном мы, как всегда, плагиаты, и добро пожаловать в пятую часть обзора новых карт, дополнения Некраситет. И сегодня у нас в очередной раз новая механика, которую добавили как на чернокнижника, так и на демон хантера. У нас новые карты, также с очень интересными дизайнами, которых не было, просто не существовало до этого момента, и мы с вами должны это все рассмотреть. Большое спасибо за поддержку всех обзоров карт, на самом деле я думал, что просмотры скатятся уже после первой части, потому что как это обычно бывает, но я заметил, что интерес не угасает, а только растет, потому что действительно каждый день показывают карты все лучше и лучше, все оригинальнее и оригинальнее, с новыми механиками, с новыми какими-то дизайнами. Это все супер круто, надеюсь, что следующее дополнение будет действительно веселым. Ну а у нас все по-старому, если обзор вам понравится, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а за микрофоном, как всегда, обзорщик плагиат, и мы начинаем. И первая карта это эпическое двуклассовое существо на паладины и на жреца, прилежный ученик, 6 маны, 4,5, божественный щит провокация, стоит на 1 единицу маны меньше за каждое заклинание, которое вы применили к вашим персонажам в этом матче. Как говорится, нейтральная корова передает привет, у нее просто абсолютно такие же статы, однако она нейтральная, конечно же, и у нее, кроме вот этих вот божественного щита и провокации, нет вот такого вот эффекта, который уменьшал бы ее в стоимости. Прилежный ученик это хорошая карта, нельзя это отрицать, потому что по факту как жрец, так и паладин очень любят трогать заклинаниями своих существ, что в конце концов может привести к тому, что прилежный ученик будет стоить там по нулямбе вообще абсолютно, 6 заклинаний всего лишь нужно применить. Скажите это любому чистому паладину, он удивится, почему так мало, я могу и 26. У приста, конечно, в зависимости от колоды может быть немного сложнее этот процесс, но в принципе он тоже может играть своего прилежного ученика. Как по мне, то этот ученик вряд ли найдет какое-то очень мощное применение в контроле или рессурект присте, возможно он найдет свое применение как раз таки в темпо, если там останется место, потому что в темпо ты стараешься бафать своих существ, боевыми кличами других существ, эффектами других существ, но также и заклинаниями. Больше шансов этой карты заиграть, как по мне, есть в колодах паладина, потому что, особенно в чистом паладине, потому что, например, самый дешевый манускрипт за 2 маны, вы можете спокойно уменьшить в стоимости до нуля и затем использовать постоянно по мере того, как ваши существа будут умирать. И в конце концов, прилежный ученик будет стоить по нулямбе и, в общем-то, с него вы будете иметь только выгоду. Посмотрим, найдется ли в чистом паладине или в темпо присте место подпрежнего ученика, но выглядит он довольно мощно, поэтому мне эта карта нравится. Следующая карта это эпическое существо класса паладина, хвостун из авангарда. 2 маны 1-1, боевой клич, получает атаку и здоровье существ с самыми высокими характеристиками на поле. Сразу скажу, как это работает, возможно вы не поняли, потому что, например, я сразу не допер, в итоге мне пришлось посмотреть какого-то другого, чтобы понять. Собственно, как работает эта карта? Если у вашего вражеского демонхантера, вашего оппонента, есть провокация 5-9 и то, что спавнится с предсумерсного хрипа, 9-5 с натиском, да, то по факту хвостун из авангарда возьмет самый большой показатель здоровья и самый большой показатель атаки, и в итоге получится, что за 2 маны вы получите 9-9. Прекрасно, не то слово. Хвостун из авангарда это довольно мощная карта в плане контроля, потому что хвостун будет отлично дополнять новый спелл за 2 маны на паладина, который приравнивает атаку и здоровье выбранного персонажа к 1-1, или, например, если вы будете использовать моноскрипт, который кипрует вам пушку и приравнивает здоровье всех вражеских существ к единице, то, в принципе, позволяет вам впоследствии зачистить весь стол. Перед всеми этими действиями вы можете использовать хвостуна из авангарда, и в результате не просто законтролить стол, но и получить очень мощное существо, которое естественным образом можно засайленсить, и весь эффект пропадет, но сам по себе он будет иметь отличные статы. Конечно, у вас не всегда будет получаться поставить этого хвостуна с огромными статами и в то же время законтролить огромное существо, чьи статы он позаимствовал, но хвостун выглядит довольно-таки мощно в каких-нибудь контроль, даже чистых вариациях паладина, и мне кажется, что у этой карты есть все шансы заиграть. Первая легендарная карта в обзоре, и это классовый профессор Слейт. Легендарка на охотника 3 маны 3-4, ваши заклинания получают яд. Вот об этом я и говорил, эта механика снова выглядит довольно уникально и крайне интересно. Однако остается вопрос, будет ли это играть? Вы наверняка уже просеклись энергию, например, с выставлением профессора Слейта, затем вы используете огненную ловушку, если оппонент достаточно глуп, чтобы не прочитать его описание, и сходит вам в лицо, активируется огненная ловушка, и все существа оппонента возьмут и умрут от яда. Гениально. Также хочется отметить то, что такие заклинания, как гончие за 3 маны, спустить собак, яд не будет воздействовать на такие заклинания, потому что, ну, по факту вы вызываете гончих, а гончие это отдельное существо, и они никакого магического демэджа не наносят, правильно? Правильно, правильно, поэтому забудьте сразу про это. Профессор Слейт это классная легендарка, потому что у Ханта, мы знаем, есть довольно много дешевых заклинаний, которые наносят недостаточный урон, чтобы уничтожить существо, однако под Профессором Слейтом это все, вот все каждый мелкий просто демэдж, хотя бы один урон, направленный каким-либо образом заклинаний, превратится в летальный для существа оппонента, если, конечно же, там нет божественного щита. Будет ли это играть? Хороший вопрос, потому что особое использование, особое частое использование заклинаний, мелких, вообще любых, у Охотника я помню только со времен Растахановых Игрич, когда игрался Рок-Делар, если я правильно вспомнил, 7-маны-4-2 орудие, которое наполняло вашу руку заклинаниями, или классовыми картами Охотника, если в вашей колоде были сплошные заклинания. Прямо сейчас такой архетип не играет, самым доминирующим архетипом Охотника является Хайлендер Хант, и захочет ли Хайлендер Хант играть профессора Слейта, я очень в этом сомневаюсь. Однако, если каким-нибудь образом получится так, что спелл Хант вернется в мету, то профессор Слейт будет там просто неотъемлемой легендаркой. Но прямо сейчас я сомневаюсь даже, что он найдет свое применение в современном Хайлендер Ханте, однако этот дизайн мне очень нравится, и я бы очень хотел видеть эту карту почаще, как минимум потому что в очередной раз новая пятая команда показала, что они способны добавить невероятно интересные и старо-новые, скажем так, дизайны даже в 2020 году. Еще одна легендарная карта, и это Инструктор Огненное Сердце. Классовая легендарка на шамана 3 маны 3.3. Боевой клич, вы раскапываете заклинание за одну единицу маны или больше, если вы разыгрываете его, на этом ходу эффект повторяется. Невероятно крутая лего, что бы кто ни говорил. Прямо сейчас я уже замечаю в комментариях во своем Дискорде, кстати, вступайте, скриншоты, в котором люди уже экспериментируют с тем, каким образом можно из этой инструктор сделать ОТК. Инструктор Огненное Сердце это очень классная легендарка, и я сейчас объясню почему. Во-первых, мы замечаем немного новый эффект, если вы разыгрываете его на этом ходу, эффект повторяется. То есть, если вы будете разыгрывать Инструктора Огненное Сердце на поздней стадии игры или в середине, то есть, допустим, вы на 8 мане ее разыгрываете, у вас остается еще 5 маны, вы раскапываете молнию, используете молнию, если вот эту раскопанную, то вам предоставляется возможность раскопать еще. И раскапываете так просто миллиард раз 150 молний под каким-нибудь эпическим 3 маны 2-3, по-моему, или 2 маны 2-3, которые уменьшают стоимость раскопанных заклинаний на 1. И в итоге вы раскапываете 10 молний подряд и леталите. ГГ. Первый ранг легенды. Все, используйте мою страту, только никому больше не говорите. Инструктор Огненное Сердце может дать вам невероятное количество ресурсов на позднем этапе игры. И в начале он тоже будет, ну, она, как мы видим, она тоже будет довольно неплохой, потому что вы выставляете 3 маны 3-3, что, ну, как бы сойдет, и получаете возможность раскопать заклинания. А раскопка это куда лучше, чем рандом, то есть, получить случайное заклинание с боевого клича. Тут у вас есть хоть какой-то шанс законтролировать этот рандом. Поэтому я считаю, что Инструктор Огненное Сердце это крайне хорошая легендарка, которая может найти свое применение в абсолютно любой колоде. И я с удовольствием ее, даже если она мне не выпадет, скрафчу и буду использовать практически в каждой деке шамана, в которой нет каких-нибудь странных ограничений на 3-дропы. Следующая карта, и это нейтральный легендарный ключник Алибастер. 7 маны 6-8, когда противник берет карту, вы кладете в руку ее копию за 1 ману. Карта веселая, несомненно. Это довольно-таки веселая нейтральная легендарка. Но, мне кажется, что если у вас были какие-то планы насчет этой карты, насчет того, как вы будете играть, насчет того, как она будет имбой меты, то стоит пересмотреть этот момент. Сейчас объясню почему. Ключник Алибастер это, во-первых, 7 маны 6-8. Статы не самые лучшие, но если мы посмотрим на его эффект, все становится ясно. После его выставления вы всегда будете получать 100% одну карту. Причем она будет стоить 1 ману. Почему? Потому что срабатывает автоматически добор у вашего оппонента, когда начинается его ход, и, соответственно, вы получаете эту самую карту. Также ключник Алибастер можно, конечно же, комбинировать с картами добора, причем не только для себя, но и для вашего оппонента. Это я сейчас провольный формат с Мурлоком. Ракул темной чешуи, по-моему. Но, возможно, я ошибаюсь. В общем, Мурлок, который за 3 маны, 2-2 редкий, добирает обоим игрокам 2 карты. И также, если, например, вы играете против Паладина, у него есть эпический секрет, и вы можете его хитро затриггерить с ключником Алибастером, и получить те самые 2 карты, которые получит Паладин, в вашу руку, и они еще стоить будут по одной мане. Почему ключник Алибастер не то чтобы очень хорошая легендарка, и почему вы не хотите играть эту тяжеленную карту у себя в колоде, чтобы терять темп на седьмом там ходу, или просто тратить 7 маны, с попыткой добрать какую-нибудь невероятно имбовую карту всего лишь за 1 ману? Во-первых, конечно же, потому что вы никогда не знаете, что вы доберете. Это сразу. То есть вот этот рандом, он просто ужасный. Да, вы можете получить какую-нибудь Королеву Алик сразу, но с другой стороны, вы можете получить какой-нибудь Шакс Хвостей, и в итоге вы еще и уйдете в минус. Мне кажется, что с учетом того, что прямо сейчас не существует достаточно карт, которые помогли бы вам задровать вашего оппонента, то есть мил-колоды сейчас вообще не играют в стандартном формате, я про воль не молчу. И тот факт, что вы никогда не будете знать, за исключением супер редких случаев, вы не будете знать, какую карту 100% доберет ваш оппонент. Поэтому ключник Алибастер — это легендарная аэрофлокарта для нейтрального набора, которая по-любому встретится в моих видосах, которая создана, скажем так, для ютуберов, и супер редко, но метко, как говорится, сможет перевернуть игру. Но, как я уже и сказал, так как эффект оставляет желать лучшего, в плане рандома вряд ли он найдет свое применение в огромном количестве competitive колод и сможет вносить действительно хороший импакт в игру на дистанции. Что ж, ну а теперь давайте перейдем к новой механике, которая была добавлена с этим дополнением. На самом деле, я вообще не ожидал... Я ожидал всего, что угодно, но точно не новой механики. Это механика фрагментов душ. Если что, фрагменты душ, как мне объяснили мои подписчики в Дискорде, заходите в Дискорд, вступайте, там круто. Это оригинальная, классовая, скажем так, принадлежность Варлока в World of Warcraft. В Харстоне решили пойти дальше и частично передать эту механику фрагментов душ, а также и Демон Хантеру. Что же из этого вышло, что это вообще за механика, сейчас объясню. Итак, что такое фрагмент души? Это токен, заклинание токен за 0 маны. Привезайте и восстанавливает 2 единицы здоровья вашему герою. Все поняли? Эффект понятен. Такой вот хил, пассивный хил, который, как бы, будет активироваться при доборе, как на Чернокнижнике, так и на Демон Хантере. Для Чернокнижника это хорошо, потому что у Лока просто не так уж и много вариантов похилиться, но для ДХ, как бы, это тоже довольно-таки желанная механика, скажем так, отхил, потому что он на протяжении игры обязан всегда использовать свое лицо для хороших трейдов и для хороших взаимодействий с другими картами. Окей, идем дальше. Каким же образом Близзы построили целую механику вокруг этих фрагментов душ? И первая карта это Тюремщик Духов, двуклассовая, как я уже сказал, на Чернокнижника и на ДХ обычная карта существа. 1 мана 1-3 демон, боевой клич замешивает 2 фрагмента души в вашу колоду. Очень хороший опенер, так как статы за 1 ману 1-3 это довольно неплохо для ранних разменов на совсем раннем этапе, на этапе начала игры. И сам боевой клич, который замешивает 2 фрагмента души в колоду, естественно, дает понять то, что эта штука будет неотъемлемым опенером в любой колоде, которая построена на вот этой вот как раз таки механике. Тюремщик Духов это просто опенер, хорошие статы для раннего дропа, который с удовольствием замешает вам 2 фрагмента души. Что же у нас есть еще? Вторая двуклассовая карта и это Заклинание. На этот раз за 2 маны редкая, срез души, наносит 3 дни с урона существу, замешивает 2 фрагмента души в колоду. В принципе, она несет тот же самый смысл, что и ранний дроп. 100% срез души будет использоваться в абсолютно каждой колоде на фрагментах, потому что чем больше фрагментов ты замешаешь, тем больше будет шанс не просто похилиться, а дать хорошее взаимодействие для своих других карт, потому что они взаимодействуют очень по-особому, и, соответственно, мы это дальше посмотрим. Срез души это просто хороший ремовал спелл за 2 маны, не то чтобы он какой-то оверпауэрд, здесь они должны были, конечно же, дать ограничения, так как за 2 маны 3 дни с урона существу именно. Это крайне не мощно. Последний раз, когда я такое видел, это было у чернокнижников ГВГ, да и там ты мог в лицо это кинуть. Здесь же есть, вот, скажем так, пауэркэп, ограничение по силе этой карты связано с тем, что вы замешиваете еще фрагменты души, но, в принципе, это неплохо для какого-нибудь контроль ДХ или просто чернокнижника. Срез души выглядит нормально, и, в принципе, ну, выглядит как должен выглядеть неотъемлемый спелл, который должен играть в определенном архетипе. И теперь давайте пройдемся по отдельным классовым картам, которые выделили отдельно под демонхантера и отдельно под чернокнижника, которые как раз-таки взаимодействуют с этими фрагментами души. И первая карта, это карта существа 3 маны 3-2, редкая на демонхантера разрушительница душ. Боевый клич уничтожает фрагмент души в колоде и наносит 3 единицы урона прочим существам. Как вы можете заметить, новая механика работает таким образом, что вы замешиваете фрагменты души, а затем используете карты, которые взаимодействуют с этими самыми фрагментами души. Эффекты этих карт могут показаться... Да и, в принципе, они на самом деле являются мощными, однако для того, чтобы они затриггерились, нужно уничтожить фрагмент души в колоде. Заранее замешанные, естественно. Как можем заметить, боевый клич у этой разрушительницы душ очень-очень впечатляет. Уничтожает фрагмент души в вашей колоде и наносит 3 единицы урона всем прочим существам. Спасибо, что хоть не по лицу, чтобы это совсем не унижало адское пламя чернокнижника. Разрушительница душ выглядит очень круто, потому что это существо является отличной зачисткой для демонхантера. Кроме того, вы не будете особо терять в темпе, даже если у вас будут на столе существа, потому что вы будете еще и выставлять 3 маны 3-2. Если вы вспомните 5 маны 5-5 дракона на чернокнижника, да, редкого, который, ну, практически то же самое делает, только он стоит больше, ему нужен дракон и прочее-прочее. Разрушительница душ на его фоне выглядит даже получше, хоть она и в лицо не наносит ничего, но за 3 маны нанести 3 единицы урона всем существам это очень круто, особенно для такого темпового класса, как демонхантер. Вторая классовая карта демонхантера, которая отлично взаимодействует с фрагментами душ, это Косторез, 4 маны 4-2, обычная пушка, боевый клич замешивает 2 фрагмента души в вашу колоду. Что удивительно, я надеялся на то, что если и будет какая-то пушка на демонхантера, которая будет взаимодействовать со фрагментами душ, она будет куда хуже, но 4 маны 4-2 это довольно неплохо, признаем как бы, потому что, ну, это могло бы быть там типа 2 маны 2-2 и совсем не смотреться как-то солидно. Косторез это, конечно, не клинкези нота, но в принципе, с учетом того, что вы будете играть на фрагментах душ, возможно, он станет неотъемлемым, возможно, вы захотите положить только одну такую карту в вашу колоду, все зависит от того, чего вы хотите, да? Но Косторез это просто нормальная пушка, которая, естественно, завязана на вот этой вот новой механике. Хочу сказать то, что, возможно, вам вот эти вот карты, которые именно замешивают фрагменты душ, как у Чернокнижника, так и у Демонхантера, покажутся немного не сильными, но стоит понимать, что эти карты заточены для того, чтобы сетапить эффект нового архетипа, и я предлагаю вам просто взглянуть на недавно добавленные такие карты в Натиски Драконов, когда Голокронд появился, да? Добавили вот как раз такие 4 маны 2-2 Натис, 5 маны 4-5 Провокация, которые вызывали к Голокронду. Они тоже сами по себе не то чтобы прям очень сильные, но благодаря тому или из-за того, что они единственное усиляют и взаимодействуют с механикой Голокронда, что и, в принципе, без них не обойдется этот вот архетип Голокронд-Калод, без них, собственно, обойтись и нельзя. Та же самая история у нас, собственно, и с Косторезом, и со всеми картами, которые как раз-таки замешивают эти фрагменты душ. И последняя классовая карта именно на Демонхантера, которая взаимодействует с новой механикой фрагмент душ, это Рещица душ, 5 маны 5-5, обычные боевые кличи уничтожают фрагмент души в вашей колоде, ваш герой получает плюс 5 единиц к атаке до конца хода. Рещица душ мне очень напомнила 6 маны 5-5, я уже забыл из какого дополнения, на самом деле, по-моему, это большой турнир был на Война, когда она взаимодействовала с Ктуном, и если ваш Ктун там до какого-то, по-моему, 10-10 что-то, или вообще просто он бафался хоть раз, Рещица душ напомнила мне карту из древних богов на Война, который, в зависимости от того, насколько Ктун забафан, давал вам 10 брони, по-моему, так было, или просто в зависимости от того, забафан, был ли хотя бы раз забафан Ктун. Рещица душ здесь, конечно, броню не дает атаку, статы замечательные, 5 маны 5-5, с учетом этого эффекта это очень хороший темп, вы с выставлением этой туши даете вашему герою еще 5 атаки, для того, чтобы зачистить что-то на столе, в итоге вы не просто выставите нормальную тушку на пятый ход, но и получите возможность, во-первых, более агрессивно, возможно, сходить в лицо, если вам это нужно, либо зачистить какое-то более-менее жирное существо и задоминировать, скажем так, на столе. Что же подвезли чернокнижнику? Так это университетские привидения, обычное заклинание за 3 маны, наносит 2 единицы урона всем существам, замешивает 2 фрагмента души в колоду. Если у ДХ это пушка за 4 маны и 4-2, то здесь это АОЕшка, причем, заметьте, она стоит меньше, чем адское пламя, наносит чуть меньше, чем адское пламя, но не намажет в лицо. Что удивительно, похожая карта была в Черной горе, за 3 маны вы наносили 2 единицы урона всем существам, по-моему, кроме демонов, по-моему, или без исключения. Ну, в общем, карта вернулась, но в этот раз она замешивает фрагменты души в колоду. Я вам скажу, что во времена Черной горы и та АОЕшка за 3 маны редко играла вообще очень даже неплохо, как некая замена адскому пламени, если вы не очень хотели бы жертвовать вашим лицом. Ну, и университетские привидения наверняка найдут свою игру и в новой мете, как раз таки в этом новом архетипе, потому что в любом случае заклинание замешивает фрагменты души, ну, а без замешивания фрагментов архетип, собственно, ну, не ногой. И первая карта Чернокнижника, которая взаимодействует с фрагментами души, это Исследовательница света и тьмы 3 маны 3-4, редкая карта. Боевые кличи уничтожают фрагмент души в колоде и наносят 3 единицы урона. Заметьте, что 3 единицы урона вы наносите куда хотите, даже себе, в лицо, даже оппоненту, в лицо, любому существу. Очень хорошая карта, особенно по темпу, напоминает ДХ-шевский 5 маны 5-5, который дает 5 к атаке. Особо много слов насчет этой Исследовательницы света и тьмы я не найду, потому что, ну, это просто хорошая карта. Поэтому, ну, как бы, хорошая карта. Остается надеяться только на то, что фрагмент души заиграет. Последняя классовая карта Чернокнижника, которая взаимодействует с фрагментами души, показанная, по крайней мере, это Поглотитель Бездны. 5 маны 4-5, демон. Провокация, боевой клич. Уничтожает фрагмент души в колоде и получает плюс 3-плюс 3. То есть, если у вас есть фрагмент души уже замешан, то вы выставляете за 5 маны 7-8. Ничего не напоминает? Да, это тот самый шамановский, та самая шамановская провокация, элементаль, за 5 маны, только если он давал перегрузку, 3 маны, то здесь вы этого избежите прекрасным образом, особенно если у вас есть замешанные фрагменты души. Очень мощная провокация, потому что, ну, если вы играете в Хастон давно, то у вас полетели флэшбеки от этих элементалей, а здесь вы никакого штрафа не получите, если вы играете на как раз-таки архетипы на фрагментах души. Поэтому я ничего, кроме как замечательная карта на SD Cosm Balls сказать не могу. Остается, опять же, надеяться на то, что архетип со фрагментами душ или хотя бы полуархетип, какой-то гибрид, получит шансы заиграть в новой мете. И вишенка на торте для нового архетипа с фрагментами душ, это душевед Каварнеса. 7 маны 5-5, двухклассовая легендарка как на чернокнижника, так и на ДХ, потому что, ну, мы понимаем, что фрагмент душ это механика только для этих двух классов. Боевой клич призывает душу 3-3 с натиском за каждый фрагмент души в колоде. Заметьте, она не уничтожает фрагменты, она просто считает, сколько штук вы замешали, и за каждый вызывает 3-3 с натиском. То есть, если вы используете хотя бы 3 карты, которые замешивают вам 2 фрагмента, ну, а не в любом случае замешивают 2 фрагмента, а просто 3 карты, которые дают вам фрагменты, в чернокнижнике, в ДХ, это неважно, то вы уже заспамите на 7-й ход или на 6-й с монеткой весь стол в 3-3 натиск, ну, и 7 маны 5-5. Суммарно эти статы, ну, просто для 7-ой маны невероятны. По-любому это будет играть в каждой деке на фрагментах души, потому что карта слишком сильная для того, чтобы ее не играть в этом самом архетипе. Остается только надеяться на то, что, как и в случае с Галакронд-колодами, которые, в принципе, являются отдельной механикой, отдельным архетипом, скажем так, да, они не занимают всю деку, то есть для того, чтобы механика Галакронда и недоархетип Галакронд-колоды работал, вам нужно уделить в колоде лишь несколько карт, до 10, там часто бывает и меньше. То же самое у нас будет и с механикой фрагментов душ. Каким образом новая механика и архетип впишется в будущую мету, остается только гадать. Но тот факт, что они добавляют сигнатурные механики из World of Warcraft в Хардстоун, не может не радовать, особенно если все по канону, скажем так, да, для Демон Хантера слишком много уделили внимания с этими фрагментами душ, потому что, по сути, это должно быть чернокнижное, чернокнижное, да, но все равно это не может не радовать. Надеюсь, что эта новая механика не обосрется, как это бывало, например, с бугаями из Прибомбаска, если кто помнит. И мы сможем увидеть габарит колоды ДХ и Чернокнижника с фрагментами душ. Что ж, на этом пятая часть обзора новых карт Некраситета подходит к концу. С чем вы согласны, с чем вы не согласны, и что вам нравится, что вам не нравится, пожалуйста, приглашаю вас зриться в комментариях. Огромное спасибо за просмотр, если вы досмотрели досюда, и если вам понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну, а за микрофон был как-то плагиат, который офигевает просто со всей силы, потому что я надеялся на то, что ну вот, вот сейчас вот, 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 где на третьем обзоре где-то вот они показали столько всего, но дальше уже ничего не будет. Нет, будет. И тут я просто офигел на самом деле. Очень крутые карты, я уже не знаю, чем еще могут удивить нас, но, как мы можем заметить, финальный показ карт будет... Да, 28-го числа меня еще не до конца удивили, 29-го будет масштабный картревил, и там я уже не знаю, чего ожидать. Некраситет обещает быть невероятно интересным, и я очень надеюсь на то, что мета будет просто какой-то сногсшибательный. Как, скажем так, суперреабилитация после абсолютно пососного руин-за-пределя. Абсолютно... Что ж, ну на этом все. Большое спасибо за просмотр вам еще раз. За микрофон был какстапл яд, и увидимся на следующем стриме и в следующем ролике. С обзором, естественно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok